ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну, что ж, господин Хессов. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы нас ещё раз убедили в своей честности. Рад стараться. Да нет, не рады. Единственный способ для вас остаться вживым. Да, я жив, пока нужен вам. А если с вашей помощью мы ещё возьмём связняка из Берлина, вы нам вообще окажете неоценимую услугу, господин Хесс. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Если я не ошибаюсь, он должен быть где-то около четырёх. Вы же читали шифровку? Честа. Стоять. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ВЫСТРЕЛЫ 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 ПАХВЕННЫ СТУК ВЫСТРЕЛЫ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ну что, товарищ Бережной, вы проиграли игру? Те офицеры, которых вы расстреляли, никогда не были агентами Абвера. Слышите ли звук? Нет войны. Осенью 1941 года войска Германского рейха вплотную подошли к Москве. Положение было критическим. Ежедневно в столицу забрасывались десятки диверсионных групп. В этой ситуации руководством страны было принято решение об эвакуации ставки Верховного главнокомандующего и лично товарища Сталина в Свердловск. Полагая, что физическое устранение Сталина приведет к капитуляции советских войск, Гитлер отдал приказ лучшему диверсанту Абера Мартину Хессу убить Сталина. Три батальона НКВД задействованы в обороне станций и прилегающих путей. Весь путь охраняется. Через каждые три метра стоят бойцы. За составом находится резервный взвод, который немедленно может отреагировать на любую попытку прорыва. Значит, гарантируешь безопасность, старший майор? Так точно, товарищ Нархон. А где же немцы? Ведь были же сведения. Возможно, попытаются напасть по пути следования состава. Это невозможно. Сразу, как только товарищ Сталин проследует к станции, охрана дороги будет снята и переброшена в зачистку путей. Товарищ нарком, разрешите обратиться к товарищу старшему майору Прохорову? Обращайтесь. Товарищ старший майор, за последние полчаса обнаружить диверсантов не удалось. Разрешите идти? Идите. Что, думаете, в Абере дураки сидят? Какой был их план? Куда подевались ваши диверсанты, товарищ Прохоров? Понял. Приехал. Молитесь теперь. Ты что думаешь, и правда, какой их план? Нихаеву. Это твой старый знакомый? Да, это Хесс. Все готово, товарищ Сталин. Дорога на Куйбищево охраняется. Я вижу. А кто сейчас за этих солдат воюет под Москвой? Бежим, как крысы. Ваша жизнь, товарищ Сталин. Какой ты думаешь, Николай Сергеевич? Справится, какой тут Прохоров задание? Справится, Ларий Иванович. Справится. Почему не отправляют в состав? Он никуда не поедет. Что? Товарищ Сталин никуда не поедет. Он передумает. Ты понимаешь, что говорит? Что ты думаешь? Ты как говоришь? Ты не пошла. Ты не пошла. Ты не пошла. Ты не пошла. Ты понимаешь, Ты понимаешь, что говоришь? Ты понимаешь, что говоришь, что Абвер просчитал хозяина, а ты такой умный просчитал их? Дело не в уме, товарищ старший майор. Дело в том, что если товарищ Сталин передумает, нам придется снять охрану со станции. И поставить бойцов вдоль дороги. Так, я же охрану с дороги убрал, снимай со станции десять минут у тебя. Получается, что станция останется без охраны? Так точно. Товарищ Сталин возвращается в Кунцево. Я приказал снять охрану со станции и перевести ее на дорогу. Диверсанты на это и рассчитывают. Что делать будем, Андрей Ильич? У Бережного есть план. Так точно. Действуй. Мистогруппы-то особо не Шушера, а хорошо подготовленный агент Абвера. С чего ты взял, что они сюда двинут? И сюда загонят. Значит, по возможности пройдет живыми. Понятно? Понятно, командир. Пошли. 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 Всё, привет. Пошли. Пошли. Пусть они мне постреляют их. Они мне живые нужны. Живые нужны, голубчики! Ты мне лично ответишь. Папу! Папу! Внимательно всем! Я от воротника! Забрал! Ладно, ребят. Хороший работ. Живых грузите в управление! Похожие все, товарищ Сталин. Как же так, Лаврентий? Чуть не подобрались к нам. Их расчет был на то, что вы в последний момент передумаете покидать столицу, товарищ Сталин. Какой же умный стратег так просчитал меня? Мы разберемся. Я лично этим займусь. Займись. Займись, Лаврентий. Если еще так близко подберутся ко мне, не сносить тебе головы. А этому молодцу, который разгадал их план, передай мою личную благодарность. Как его фамилия? Фамилия? Капитан Бережной, товарищ Сталин. Бережной. Есть, товарищ Сталин. Есть, товарищ Сталин. Управление. Быстрее, быстрее. На эту сторону. Шевелитесь. Мы еженедельно забрасываем к тылу к русским десятки групп. Как сказал фюрер, они должны покрыть землю, как тифозные вши. Надеюсь, вы это понимаете. Все, кого вы здесь видите, уже завтра окажутся под Москвой. Ваши фамилии и звания. Альберт Шихт. Оберлейтенант. Обвера. Ваше задание. Ликвидация Иосифа Сталина. Кто разрабатывал операцию? Командование Абфера. Итак, конкретнее, кто разрабатывал операцию? Операцию «Самурай» Вёл Гюнтер Зеллигер. Имя Мартин Хэс вам знакомо? Нет. Приступайте. Ларун, самурай. Почему самурай? Покачано. Сиди! Вы что вашу мать наделали, а? Ты зачем стрелял? А ты зачем развязал? Как учили, чтоб свободу почуял. А потом сначала. Давайте остальных двоих здорового сажайте в кресло. А раненого не развязывать. Я буду задавать вопросы. Если не будет отвечать, тогда работайте. Может, я его сейчас разрисую? Чего? Ну, чтоб другие непосговорчивые были. Рисуй. Рисуй. Что удалось узнать? Бережной был прав. Операцию разработал Мартин Хэс. Твою мать. Твою слышали? Никак нет. Я допрос вел на немецком языке. Слушай, как вот ты умная. Что, о немецком Мартин Хэс как-то по-другому звучит? Не так, как по-русски? Ладно, с ними я потом разберусь. Подвел ты меня под монастырь вместе со своим бережным. Хозяева уже намекала на ДЭЗу и на резидента в Киеве. Этим резидентом был Мартин Хэс. Это ты помнишь? Ваня. 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 Капитан Бережной? Он самый. Убирайтесь, поедете с нами. Простите, а на каком основании? Игорь. А вы кто такой? Сотрудник моего отдела. Старший лейтенант Михайловский. Одевайтесь. Оружие мы забираем. КААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!! ХОПО there. Нимικая и техника есть з Beauш ins суп wiped. КАКТАМАААА ! Нpel absекла. КАКТАМААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА А. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вперед! Стоять лицом к синюю! Капитан Бережной! Товарищ народный комиссар, капитан госбезопасности Бережной по вашему приказанию прибыл. Свободно. Есть? Доставлен, а не прибыл. Это чтоб ты знал, как будет в следующий раз, если опять не обосрешься. Я думал, это связано с киевским провалом, товарищ нарком. Правильно подумал. Поэтому мы здесь и собрались, чтоб поговорить без лишних вещей. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Излагай. В общем, ты действительно оказался прав. Операцию готовил ХЭС. Значит, мы виноваты в том, что жизнь товарища Сталина оказалась под угрозой. Товарищ Берия знал о нашем провале и фактически прикрыл нас. Я вас не прикрывал. Не на вас. Понятно. Я заставил вождя поверить в вашу Дезу. Убедил его в заговоре военных. И что? Мы потеряли лучших военных специалистов накануне войны. Сколько людей расстреляно. Понимаешь? Понимаю, товарищ Берия. А чем мне теперь это грозит, понимаешь? Понимаю, товарищ Берия. ХЭС готовит новое покучение на вожде. Откуда информация? Диверсант дал показания. Ты должен сосредоточиться на ликвидации ХЭСа. Подчеркиваю, на ликвидации. Надеюсь, посещение нашей школы произвело на вас благоприятное впечатление, господа. Не смею больше задерживать. Все идет по плану, господин майор. Почему вы отменили сегодняшний десант? Я принял решение. Это не ваше дело принимать решение. Операцию провожу я. Фюрер отдал приказ лично мне. Я его выполню. Несмотря на наличие идиотов вроде вас. Что вы такое говорите, гермаёр? Молчать. Что слышно о группе Шихта? Ничего. Наш источник говорит, что со Сталином все в порядке. Он в Москве. Кто-то имел информацию о группе. Информация шла отсюда. Представьте, если фюрер об этом узнает. Всех курсантов, которые видели меня и Грина, сегодня же отправить в тыл к русским. Но это... Невозможно. Почему нет? Это первое. А второе... Мне нужен в полное распоряжение бомбардировщик с экипажем. Из числа тех, что летают бомбить Москву. Хорошо. Завтра я об этом позабочусь. Нет. Сегодня. Завтра уже надо лететь. Хорошо. Но к чему такая спешка? Вчера утром был передан сигнал для активизации агента Роза. Даже так? Вы уверены, что имели на это право? Абсолютно уверен. Агент Роза должен встречать нас в Москве. И в первую нюансы. Ну, посуды. Ну, мы тут уже сезем, нет. Абсолютно и все, что там делается. Так, да. Да, абсолютно. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да нет, отповеситься можно. Чего ищем-то? Сказаны же любые странные факты. Вот, например. Неожиданное в ночное время наступление на участке Погорельца, Синное. Могли во время наступления у нас под шумок люди остаться? Могли. Чего странного в наступлении? Это же война. Вот это посмотри. Развивайте мозги, мой юный друг. Нападение должно быть подготовлено, не иметь какую-то цель. А в данной ситуации ничего не добились, только людей положили. И чего дальше? Ну, не знаю я. Задачу ставит Прохоров, причем по телефону. В отсутствие капитана Бережнова. Здравствуйте, товарищ. Ну, что у нас? Здравия желаю, товарищ капитан. Разрешите доложить? Докладывайте. Работа идет. Лейтенант Сапатер обнаружил очень интересный факт. Да. Интересно. Надо съездить на место. Как старший позванивай в оперативной группе и беру на себя проверку. Почему? Треть капитан, не могу за бумажками. Кисну ей болу. Скоро совсем в негодность приду. Хорошо, езжайте. Кого-нибудь из сержантов с собой возьмите. Есть. Пошли. Что вчера произошло? Ничего особенного. Я тебе очень благодарен, ты мой друг, но… Прости, я не могу. Понимаю. Как упырь и света боимся. Пять раз суток почти не спали. А нам вместо благодарности чуть не под трибунал. И правильно. Чуть все дело не завалить. Разрешите вопрос, товарищ капитан. Спрашивайте, товарищ старший лейтенант. Кого ты искал, кстати, диверсантов? Да никого тебе показалось. Да я вроде не крещеный, мне не кажется. А сегодня показалось. Не лезь в это дело, Игорек. Ничего там такого нет. Хотя, может быть и есть. И здесь была фотография Леры? Да. Кузя. Кузя, давай со стола. Давай-давай-давай. Садись. Пиши. А когда вы расстались? До августа. Когда я в госпитале лежил. Мило. А главное вовремя. Ты ж тогда почти при смерти был. Расставание произошло по обоюдному согласию. Пей чай, пей. Что скажете? Дерьмо. Что еще скажешь? От них скотов воняет. Трусы и предатели. Согласен. Хочешь по-русски? Хочу. Тогда скажи мне, Мартин, какого черта уже двое суток нас заставляют посещать все эти гадюшники? А? Не знаю. Зеленигер приказал? У меня такое ощущение, как будто бы нам их показывают. Нас им показывают. Нас им. Все нормально? Все в полном порядке. Ну, хорошо. Знаешь, как наши придумали пугать русских? Техники сверлят в бочках дырки и бочки сбрасывают на окопы. Воздух попадает в дыры. Гул страшный. Русские разбегаются, как зайцы. Да, точно. А взрыва нет. Немецкая инженерия. Пора, приехали. Жаль. Ладно, мы пошли встречать. Лейтенант Хельмут Нейк, командир борта Ф-6 плюс АЛ. Полковник Зеленигер. Хорошо, господа. Позвольте представить вам майора Хельмута. Он и его группа полетят с вами. Добро пожаловать. Знаете, суть задания. В общих чертах. Нужно вылететь вместе с полком, а потом сесть на вражеской территории. Подробности майор объяснит вам позже. Готовьте машину к взлету. Готовьте машину. Это один из лучших экипажей. Нам и нужны лучшие. Что ж, удачи. Мартин. Помните, любое мое пожелание для вас приказ. Вам понятно? Месторогляти. Помните, любое мое 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 Лейтенант! Как дела? Хорошо. Так мы будем работать сегодня? Нет. Входим в зону зенитного обстрела, зажигаем дымовые шишки, изображаем падение. А зачем тогда загрузились? Да еще фугасами. Не знаю. Иди у девочек спроси. Почему они девочки? Глаза не смотрят. Как шлюхи в Гамбургском порту. В Гамбургском порту? Сколько еще лететь? Меньше получаса. Ко мне вопросы есть? Нет? Все понятно. Садимся, оставляем вас и летаем. А вкуда с коллегой? На удачу. Угу. Летят, ёлкино. Летят, товарищ лейтенант. Сейчас дам вам помещение зенитчикам. Приступить к визуальному наблюдению. Есть. Кедр. Кедр, я грунт 3. Лейтенант Ворона. Гости с моей стороны. Лейтенант Ворона. Гости с ней. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Товпорождений нет, командир? Отлично. Осталось только приземлиться. Есть! Попал! Попал! Товарищ гейтенант! Товарищ гейтенант! Ну что там у тебя? Докладывай обстановку. Вольно все. Сбито пять юнкерсов и два мессершмитта. Сели. Отличная работа, парни! Товарищ гейтенант! Ах ты, дьявол! Значит так, с этого момента все говорят только по-русски, ясно? Так точно. Никакой самодеятельности. В Москву пробираемся каждый своим маршрутом. Фугасы готовы? Готовы. Уходим. Вот здесь вот его подзарвали. Так. Вот здесь он упал. Вот это время, когда его подбили и когда он подзарвался. Так. А этот что не отмечен? Не подзарвался что ли? Вот здесь. Вот здесь. Долго этот цирк будет продолжаться? Сколько нужно, товарищ капитан? Да не нервничайте. У меня шестьдесят вылетов. Три сбитых Мессера и Юнкерс на моем счету. А меня досматривают какие-то… У вас в командировочном предписании есть исправление, откуда они взялись. Что это тишина, что ли? Я сам сделал. Хотел маму повидать. Я москвич. А командировка как раз в Одинцово. Я подумал. Ребят, правда. Вы понимаете, что это преступление? А где мама-то живет? На Мясницкой. В чайном доме. Клей наш. Все в порядке. За исключением исправления в командировочной. Это понятно. Ну что, капитан, поедем? Отвезел вас на Мясницкой к маме. А то еще раз патруль остановит. Спасибо, товарищ капитан. Виноват. Товарищ капитан госбезопасности. Не за что. Спасибо. 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 Куда? Не налево. Ты что творишь-то? Ты куда брешь? Жить надоело. Ну чего ты кричишь? Девушке не так плохо. Давайте потихонечку. Можете подняться. Осторожно. Как вас зовут? Полина Серебрякова. Полина Серебрякова. Какая прелесть. Острясение мозга нет, имя помнит. Я, пожалуй, пойду. Мне здесь недалеко. Знаете что, давайте мы вас все-таки к врачу отвезем. А то мало ли что. Пойдемте. Расступитесь. Что здесь происходит? Все нормально, все расходится. Расходитесь, расходитесь. Давай, давай. Отчет разбитый самолет. Спасибо. Проверь этих окруженцев тщательно. Угу. У них не сходятся показания. Понятно. Особенно. Обрати внимание на численность отряда. Я понял. Что ты понял? Шуякисты товарищи, мабуть. Отстали. Ну, правильно. Мыслишь. Может быть, это те товарищи, которых мы ждем. Давай. На, посмотри. Отчеты начни в бомбардировках. Товарищ старший лейтенант, ну, скукотища. Ну, вот позапрошлой ночью, ну, интересно было, а… Глупо мыслишь. Чтобы эту группу вычислить, мы с капитаном Бережным? И столько донесений? Или, может, ты думаешь, что немцы о своем прибытии нам сами доложили? М? Так что это, это очень важно. Давай повнимательнее. Ну, что сказал врач? Сказал, что все в порядке. Замечательно. Прошу, до свидания. Ага. А вы меня не проводите? Проводить? Могу проводить. Я с удовольствием. О чем будем говорить? О чем хотите. Ну, давайте я вам стихи почитаю. Хотите? Ну, зачем же сразу стихи? Давайте, расскажите лучше о себе. Давай, вытаскивайте его. Веди его. Я на следующий время. Не волнуйтесь, мне здесь недалеко. Угу. Идите, расторопитесь. А, простите, это привычка. А вы капитан МКВД, правильно? Правильно. В штабе служил. На фронт не берете? Да иди, с работы хватает. Угу. Вы шпионов ловите? Нет, я карту. Вы нарочно на себя наговариваете. Зачем? Я же не дура. Я и медали разглядеть могу. И раненым вы были тяжело. Ну, что, я вам тебе все-таки стихи почитаю, а? Давайте. Давайте. Привет, честной компании. Здорово. Опять ничего? Ну, опять ничего. Да, мы девушку чуть не сбили. Ну, и где Бережной? Ну, в госпиталь отвезли, он там остался. А девушка, надо прямо сказать, очень восхитительная. Ну, понятно. А он просто остался, чтобы узнать. Ну, а я что говорю? Товарищ старший лейтенант, тут странность есть небольшая. Вот. Самолет упал, взорвался только через три минуты. Ну, так отмечено. Антон Иванович сердится. Я этот фильм два раза смотрела. А вы? А я не смотрел. Смешное кино. Народ хохотал. Как будто бы и войны нет. Извините, барышня, мы забираем кавалера. Извините, Павел. Дела. А давайте завтра здесь на площади часа в три сможете? Хорошо. Хорошо. До завтра. Разойди. Ну, а нам чего, мой роботин? Пока ничего не топтать и все. У тебя чего? Пустышка, товарищ капитан. Падение, взрыв фугасных бомб. Ну, а взрыв почему позже произошел? Может, наблюдатель чего напутал? Ты все трупы осмотрел? Не, вон еще один. Сечин. Да, я. Дели людей на группы. Есть. Так, Анохин, пойдем за мной. А этот не так сильно обгорел. Вот это фокус. Посмотри. Пуля ТТ. Пилотов положили для декорации. Серьезные гости. Это те, кого мы ждали. Для самолета искать бесполезно. Надо вокруг посмотреть. Действуй. Так, все замерли. Товарищ капитан. Здесь пульс прекратить. Я, кажется, нашел. Будем искать вокруг. Все за мной идут. След, след. Вот. Вот. И туда. Цветы глубокие. Нед что-то тяжелое. Не слей. Два человека. Шли след в след. Молодец, лейтенант. Значит, наша задача такая. Вычислить численный состав группы. Малебога. Нет. Отработать лес по полной. Как можно дальше. Помогай Михайловскому. Есть. Какой здесь ближайший населенный пункт? В ту сторону Игумнова. Поедешь со мной. Вызовем еще побольше людей и двух человек с собаками. Есть. Снова болтится. Никаких подозрительных у нас нет. И даже никаких чужих не имеется. Ну, это хорошо. Я вам верю. Ну, если кто-то появится, я вас очень прошу. Сразу, сразу сообщу. Грязь у вас какая-то странная. Можно пройти? Это не грязь. Глина синяя. Кормилица наша. До войны была. Только тут у нас и в губернии имеется. Теперь и у нас имеется. Хорошо. Спасибо. По следам определили, что группа состоит из семи человек. Пятеро разошлись в разные стороны, а двое дошли до ближайшей дороги и сели в машину. Их ждали? Нет. Скорее всего, попутка. Там оживленное движение. Надо искать машину. Уже ищем, товарищ нарком. А ты уверен, что это тот, кого мы ждем? Думаю, немногим позволят уничтожить самолет и экипаж в целях маскировки. Согласен. Они вообще не любят жертвовать людьми. Поэтому войну выиграем мы. Ну, а что ж, работайте, товарищи. И помните о главном. Жизнь товарища Сталина в опасности. Любой ценой нужно предотвратить покушение. Приказ будет выполнен, товарищ Беря. Не сомневаюсь. И что сделано? По всем отделениям, НКВД и комендатурам разуслан на ориентировке о выставке Неземенского десанта. Остается только ждать, товарищ старший мне. Ну, хорошо. Иди. Есть. Комендировка ваша, товарищ старший лейтенант, заканчивается в 20.00. Я знаю, меня в морские машины ждут. Откуда следуете? Из госпиталя, товарищ начальник патруля. Там же написано, город Калуга. Вы вглядитесь, там должны быть знакомые буквы. Вгляделся. Вызывающе ведете себя, товарищ капитан. Не надо бы так. Ну, извините, отвык от тыловых манер. Здорово, ты его приложил. Да, нормально. Паром скоро. А паром-то сегодня будет? Ну что, может еще по одной, а? Субтитры создавал DimaTorzok